Ну, как говорит кундалини-йога, у человека есть все-таки 7 чакр, вы о них уже знаете, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первая чакра отвечает за здоровье человека, вторая отвечает за здоровье и доходы, третья отвечает за упорство и целеустремленность, четвертая за то, как человека обожают или любят, насколько он любит кого-то, пятая отвечает за то, насколько человек творческий и насколько человек может реализовать свои задачи, шестая связана с его разумом или умом, седьмая связана с верой, насколько он может верить в хорошее и ставить задачи по тому, чтобы программировать свою жизнь, а не ставить на себе крест. И вот есть два нюанса таких, один из них заключается в том, что если человек живет на первых трех чакрах, то он всегда будет несчастным, дело в том, что именно они заставляют человека страдать. Чем? Смотрите, бесконечно хочется секса, поставьте тире и напишите, денег не будет. Второе, бесконечно хочется денег, поставьте тире и скажите, денег не будет. Дальше, бесконечно хочется работать и трудиться на кого-то, поставьте тире и напишите, денег не будет. И четвёртое, не хочется, вы обижайтесь на родителей или на те события, которые были в вашей жизни. Это первая земляная чакра, поставьте тире и скажите, денег не будет. Поэтому именно такие деструктивные элементы, о которых я сказал, о них нужно знать. То есть в случае, если у вас есть обиды на родителей, если вы ненавидите события, в которых вы там жили, или если вы ненавидите близких, ненавидите ту жизнь, в которой вы жили, презираете кого-то, хотите отомстить, поставьте тире и скажите. Вы не добьётесь высоких материальных жизненных задач. Что нужно сделать? Сказать, да, действительно это со мной было, с этого момента больше не будет. Я каюсь, прощаю и покажу.